всем привет сегодня такая интересная работа есть новая машина есть зависит ли вы и соседи которые делают вот такие вот черточки красивые такие на там короче полмашины захерачивание на капоте тоже наши покрасили да но при продаже автомобиля хрен ты когда докажут что были царапины и это все дело красилась и зацарапины машина теряет в цене очень сильно поэтому здесь в израиле делают вот такую вот ну вот такое вот делают кривыми руками она выглядит все криво поэтому попросили меня вот это переделать и сделать вот это по-нормальному по-нормальному все это выглядит как это будет все дело зарисовываться есть краска с подбора есть отдельно отвердители лак то есть базой кисточкой наносим и делаем цвет он будет отличаться ну хотя бы уже не белый далее допустим тут цвет что-то пытались смазать но хреново берем катар хорошо что есть в виде островский катар спасибо ему катаром я здесь буду срезать личную базу то же самое буду сделать здесь потому что кисточкой все равно выйду за грань царапины после того как я один-два прохода сделаю краской я буду сушить есть инфракрасная лампа без лампы как бы это все делать не долго инфракраской сушим и потом наносим лак лак у нас точно также будет выступать за контур точно также берем фестуловский катар все это срезаем и потом полируем тут главная задача чтобы не цеплялась за ноготь чтобы риска была заполнена она будет чуть-чуть отличаться но в ней не будет оставаться грязь в ней спокойно прямой как все будет нормально выглядеть и при продаже машина в цене потеряет но не сильно это самое главное условие для работы катар набор кистей разной ширины и разной толщины и так далее и краску ну с инфракраски краска с инфракраски и 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 так просушиваем в принципе последние слои базы база я рисовал на этой черте в один слой здесь поскольку она была глубокая в два слоя потому что база наносит наносилась такой средней жесткости кисточкой и так же как и при обычной покраске за один заход не укрывает то есть видно грунт просвечивается поэтому два захода кое-где даже пожирнее подливал сейчас хорошая полноценная просушка чтобы когда я буду резать катаром я мог сшелушивать эту базу которая лежит на глянце ни в коем случае не наждаком это будет пилиться потому что наждаком когда если с водой замывать у нас во внутрь риски забьется вот этот обмылок беленький она будет отличаться по цвету поэтому только катаром и ничем другим не лезвием никакой херней срезается база еще потом подсушивается можно протереть липкой салфеткой влага они есть тут и лак будет лачок но процедура долгая то есть я сейчас буду ходить где-то три захода по 5 минут сушить всю базу а да забыл сказать в базу пару капель отвердителя от лака добавлены для лучшей сцепки с тем покрытием потому что там ну она промотовано чем-то гвоздем ключом но лучше добавить в этом случае как вы тут не показал я как-то разогнался и выпилил всю риску вокруг риски все прошел здесь чистенькая краска лежит только внутри покажу на капоте глобальных проблем никаких нет главное просто чтобы все хорошо было просушено если будет что-то сырое у нас мука мука нашу которую мы стираем она прилипнет к сырому и все и дрова считаете надо вымывать все из риски начинать по новой именно поэтому пилиться катером без воды водой можно будет потом уже перед полировкой лак чисто шлифануть слегка но не более того когда все нормально высохшее оно пилится легко и как бы глобальных затруднений не представляет перед вышел разных направлениях сначала допустим по этой диагонали потом по этой диагонали чтобы точно на краски не оставить ничего на лаке точнее оставить никакой краски после спиливания сразу начинает выделяться белесость белесость это наш подрезанный лак мутнеет его край это полировка уйдет потом мы еще лаком будем задавать так но я тут очком пролил на борту показывать неудобно попробую снимать неудобняк покажу на капоте во первых все липкой салфеткой надо протирать каждую царапину перед тем как начинать потом нам нужно для работы вот такая вот кисточка сейчас покажу это тонкая тонкая длинная красивая и полочок разведенный в маленьком стаканчик без напряга все было и и и Продолжение следует... 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 Вот отлично видно, что лак полностью заполнил, а тут чуть-чуть недозаполнено, но это такое, мелочи. Отличные, я хоть и не попал в риск, но все равно, то что надо перекрыть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что мы можем наблюдать? Работа закончена, все выполнено. Сейчас покажу, там есть пару косячков, ну потому что всегда делать. Там, где риска была тоненькой, вот она идет вот тут. Вообще все офигенно, просто именно самолет получился. Красивенько, потому что тут один слой краски, один слой лака, все выровнялось. Ну, вообще, знаете, не доколупаться как бы. Здесь чуть потолще. Чуть-чуть потолще. И из косячков, это я когда работал горочным кругом, перегрев красный, чтобы выполировать двухтысячку, потому что трехтысячки наждака нету. Перегрев краски и кое-какими моментами выколупывалось. Поэтому пришлось чисто подкапать уже после полировки. Вот тут, где-то вот тут и вот тут, самый глубокий. На капоте все нормально, по капоту, как бы, вопросов нету. Все в уровне. Да, линия темная, линия отличается, потому что зерно металлика ориентируется неправильно, когда его наносишь кисточкой. Ну, так, в общем-то, больше показывать нечего. Офигенная, как бы, в принципе, тема для перекупства подкорректирована. Но, конечно, никогда такие длинные там на весь борт, а где-то там кусочки, царапки, по крайней мере, не так сильно бросаются в глаза со старта. Ну, вот так. Хреново поддаются такой корректировке серебро. Там вообще это сложно, потому что оно ориентируется настолько неправильно, что просто серебро светло, а полоса будет почти черной казаться. Такие вот дела. То есть серебристые цвета сложновато. Их будет сильнее заметно, чем, допустим, белое стоит. Даже белый перламутр можно подкрасить, и не так будет выделяться, как вот тут вот. Вот так вот стоим в тенечке. Вообще ни черта не видно. Помыть машину. Ну, лучше на следующий день уже помою. Во-первых, вечер. Целый день ушел у меня с лампой. Часов со скольки, наверное. С 11 вместе с лампой. Сейчас уже 8 вечера. Закончили. Не было бы лампы, я бы это все прорисовал, оставил бы на ночь. Следующий день бы оно посохло еще. И только потом можно было бы вырезать, потому что лак должен выстояться. Если катера нету, то, в принципе, на базе наждаком тоже не варик пилить, как я говорил. Но можно делать аккуратно лезвием, которым мы режем пленку, соскабливать. Все равно лак подскаблиться. База легче скаблиться, чем лак. А лак прошпатлевать однокомпонентной шпатлевкой, подсушить ее и перетереть с наждаком, чтобы сошлифовать в один и тот же уровень. То есть то, что я сделал катером, придется делать через шпатлевку. Просто наждаком на бруске не прокатит. Вариант будет отличаться, выделяться бугорок. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.